Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Савельев Максим, и я приветствую вас на своем спортивном канале Короткий эфир. На канале для тех, кто уважает тяжелые веса и не боится тестостерона. Итак, друзья, сегодня у нас в гостях мой хороший друг Сергей. Он является медицинским специалистом, и сегодня он расскажет нам такую интересную тему, которая звучит... Подготовка к Мэнс Физик, и что такое вообще Мэнс Физик? Таким образом, друзья, сегодня мы проберемся за кулисы профессионального бодибилдинга и посмотрим, как же это происходит. На примере меня. Да, на примере Сереги. Поехали! Итак, друзья, сегодня будем говорить о такой сравнительно новой категории Мэнс Физик. Итак, Серега, что же вообще такое Мэнс Физик? Мэнс Физик в первую очередь это конкурс, конкурс в бодибилдинге, в котором оцениваются пропорции узкой талии и широких плеч, широкой спины. Ноги не идут в оценку в категории Мэнс Физик. Это связано с тем, что спортсмены, во-первых, в длинных шортах находятся, и, во-вторых, ну, изначально традиционно в конкурсе не оценивались ноги. Слушай, Серег, а есть какие-то отличия, какие-то определенные критерии для того, чтобы участвовать в этой категории? Да, конечно. Во-первых, в этой категории не приветствуется большая мышечная масса, и для спортсменов, участвующих в этой категории, есть специальная формула. Спортсмен должен соответствовать формуле вес минус 100 плюс 3 килограмма. Если спортсмен превышает данный вес, он уже отправляется выступать в классический бодибилдинг, ну, или там еще в какую-то категорию, формуле, которую он соответствует. А скажи, пожалуйста, в твоем случае, какому весу тебе нужно было проработать свою форму? Ну, в моем случае я начал с 85 килограмм сушиться. Начал я достаточно рано, я не планировал выступать, планировал выступать только весной, но поддался, поддался уговорам. И, в общем-то, я решился выступить. Но мне пришлось сбросить за 45 дней практически, да, 13 килограмм получается. Я сейчас 72 килограмма вешу. Доумэнс физик осталось еще 2 дня, и я планирую брать как минимум килограмм. Надеюсь, что даже получится 2. Получится 15 килограмм я убрал за 45 дней. То есть 45 дней – это тот сжатый период, за который тебе пришлось выполнить определенную цель просушиться. Да, все верно, да. Расскажи, пожалуйста, о том, как вообще появилась эта категория, ведь она сравнительно недавно вообще появилась. Да, конечно. В общем-то, данная категория, как гласит легенда, появилась на конкурсе «Олимпии», всем известной. В общем-то, в «Олимпии» для развлечения зрителей устраивали такой конкурс среди поклонников культуризма. В общем-то, выбирали на обложку, если я не ошибаюсь, «Мускул энд фитнес», выбирали человека, имеющего наиболее такое пляжное телосложение. Конкурс любительский, в котором оценивали именно такое пляжное телосложение. И, в общем-то, там появились как раз в этот момент заложились вот эти вот критерии – узкая талия, широкие плечи. Так как речь шла о таком пляжном типе поджарого парня, речь не шла о ногах. Поэтому ноги решили закрыть шортами, чтобы это все эстетично выглядело. Ну и, в общем-то, победитель данного конкурса, он попадал на обложку «Мускул энд фитнес». Ну и получал, становился знаменитым, получал, в общем-то, все лавры, признания. Зрителям это очень-очень нравилось. Категория набирала-набирала обороты. Ну и американцы, они все потрясающие коммерсанты. Они увидели, что это работает, людям нравится. И включили это в категорию, в общем-то, «Олимпии» официально. Сергей, скажи, если сравнивать данную категорию с категориями, уже давно устоявшимися, давно известными, с тем же классическим бодибилдингом, в чем вообще существенные отличия, а именно в чем плюсы и минусы данной категории? Ну, с минусами я столкнулся сразу же. В общем-то, смысл примерно такой. Если вы поработали очень-очень хорошо над вашими ногами, а в юности у меня в тренировках присутствовали такие ярко выраженные элементы пауэрлифтинга, и ноги у меня достаточно развитые, вам по весу гораздо тяжелее вписаться в эту категорию, потому что ноги тяжелые, мяса на них много. У меня ноги только недавно перестали обгонять вообще плечевой пояс, они постоянно, в общем-то, это делали. Одним из минусов является сложность в, получается, уже лишнем весе для ребят, у которых развиты низ, развиты ноги. В силу того, что они занимались пауэрлифтингом, у них гипертрофия, ну, в принципе, развита у бедер, у ягодиц, и в данной категории это является, ну, как бы минусом, потому что ноги не учитываются, а вес, он создается. Нужно как-то попасть по весу в категорию, соответственно, ты не можешь так хорошо развить корпус, потому что у тебя уже вся масса, она в ногах. Да, все верно, да, так и происходит, и, соответственно, поэтому вам приходится сушиться, сушиться, еще раз сушиться, уже масса. Все то, что вы набирали, набирали. Приходится терять и сжигать, а это проблематично бывает, да. Ну, из плюсов, какие плюсы? Вот если вы вот так вот, например, как я, решили, а что бы мне не выступить где-нибудь по водибилдингу, в общем-то, вы берете, у вас достаточно широкие плечи, сушитесь и выступаете, то есть какой-то особой подготовки, годами качаться для того, чтобы попасть там, допустим, как уже в бодибилдинге, да, то есть нарастить какую-то массу серьезную, еще там было не стыдно постоять, тут такого нет. Вы можете просто сделать спину буквально за год, дельту хорошо развить, и уже вам будет не стремно стоять там на сцене, по крайней мере. И, в принципе, если вам повезет, и конкурсанты будут не сильные, то даже может что-нибудь и займять. То есть одним из плюсов является, скажем так, относительная доступность выступления и попадания в эту категорию, просто потому что здесь приветствуются именно, так сказать, естественные пропорции, а именно соотношение развитого V-образного верха, то есть спины и дельт, по отношению к узкой талии. Да, все верно, все именно так. Поэтому вы можете запросто это сделать практически, что называется, вот я знаю некоторых ребят, уже крефеев данного занятия, они готовятся на турниках. Так что представляете, насколько это просто и доступно для обычного обывателя. Я думаю, если большинство из тех, кто выступает в категории Мэнс Физик, будет готовиться именно посредством солнцекручения на турниках, то Россия поднимется с колен буквально за месяц. Просто-просто-просто протеин главное в подмышку еще тирать, чтобы вот все было прям ништяк. Сереж, насколько популярна в наши дни категория Мэнс Физик в России, которая поднимается с колен? Мэнс Физик за последний год, я бы сказал, уже поднялась с колен. Поднялась сама и поднимает Россию. И поднимает Россию, да. В общем-то, настолько она поднялась с колен, что, вот как рассказывают мои друзья, которые уже не один год выступают в данной категории, бывает такое, что Мэнсов просто не умещаются за кулисей и куда-то в коридор просто запихивают. Они там стоят, ждут своей очереди. В общем, категория очень-очень популярная. Итак, мы выяснили, что данная категория, несмотря на то, что она появилась сравнительно недавно, набирает и набирает популярность. Итак, с чем же это связано? В первую очередь популярность данной категории связана с тем, что она доступна и понятна обывателю. То есть, есть категория людей, которые не мечтают о каких-то огромных объемах мышц. Ну, или просто боятся, что им придется использовать какую-то мощную фармакологическую поддержку. Протеин вкалывает, насколько я знаю, суспензию протеина. Запросто, запросто. Я думаю, что внутривенно особенного. Итак, друзья, мы выяснили, что такое мэнсфизик, чем характеризуется данная категория, в чем ее особенности, в чем ее плюсы и минусы. Мы разобрались в причинах ее популярности. Это относительная доступность для того, чтобы там выступить, а также простота и понимание среди обычных людей, обусловленное относительно естественными пропорциями данной категории. Итак, давайте перейдем к самому интересному, к нюансам подготовки к данной категории.